Здесь все как на настоящем едином государственном экзамене. Никаких шпаргалок и телефонов. С собой лишь черная гелевая ручка и паспорт. Только вот за партами не 11-классники, а их родители. За детей переживаем. За своих. Попробовать, как они после нас будут и вообще чем занимаются. У нас не было в то время. У нас были обычные экзамены. Попробовать решили. Акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ» родителями в муниципалитете проходит уже не в первый раз. Ее цель – познакомить взрослых с механизмом проведения экзамена и формой самих заданий. Почувствовать вот эти эмоции и, соответственно, наверное, это все будет способствовать тому, что родители найдут правильные слова, чтобы успокоить своих детей, эмоционально их настроить, снизить психологическую такую нагрузку. На самом деле для родителей это все очень знакомо, потому что любой экзамен и волнителен, и ответственен, будь то 10 лет назад, будь то 20 лет назад, будь то сегодня. Поэтому готовиться надо, слегка волноваться надо. Но главное и очень важно, что сегодня, я думаю, мы все взрослые и на себе почувствуем, что на самом деле вполне реально. В этом году родителям предложили решить задание по математике базового уровня в сокращенном формате. Попробовать свои силы пришел и председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко. У меня в этом году выпускается дочь, будет сдавать единый государственный экзамен. И, конечно, хочется на собственной, что называется, шкуре прочувствовать и вот это напряжение, и посмотреть, как проходит эта процедура. Ну и заодно свои какие-то силы и вспомнить некие знания, которые были когда-то давно получены, чтобы посмотреть на практике, как это будет. Принял участие в акции и мастер спорта России по плаванию, тренер оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» и олимпийского чемпиона Евгения Рылова Андрей Шишин. Волнение, оно присутствует, конечно. В любом случае, результат своей работы или даже что-то я когда-то это обучался, нарабатывал, надо вспоминать. В любом случае, это было волнение. Но сами задания мне показались вполне доступными. На выполнение теста отводится час плюс полчаса на орг-моменты. В муниципалитете в этом году сдать ЕГЭ родителям можно было в шести учебных заведениях, где впоследствии и будет проходить основной этап единого госэкзамена. Это ВХТЛ, гимназия, Витненские школы номер 5, 9, 10 и 11, Гутовская школа номер 1. Желаю всем нашим выпускникам прийти готовыми, успешно сдать и помнить самое главное, что экзамен – это какое-то короткое время. Впереди интересная, долгая жизнь и учеба будет продолжаться. Жизнь нас учит постоянно на разной ступени образовательной, а затем каждым своим этапом жизненным. Желаю всем успехов. Всего в акции «Сдаем вместе» в муниципалитете приняли участие более 900 родителей. Все они в скором времени узнают свои результаты по электронной почте.